МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России Боризанской области Михаил Минко. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Добрый день. 30 апреля завершилась очередная декларационная кампания. Какие категории граждан должны заплатить налоги? Да, действительно. 30 апреля завершилась очередная ежегодная декларационная кампания, в ходе которой граждане, которые обязаны отчитаться о своих доходах, представляют налоговый орган в декларацию формы 3НДФЛ. Давайте перечислим тех граждан, которые обязаны отчитаться. Прежде всего, это физические лица, которые получили доход от продажи имущества. И в этом случае, когда налогоплательщик определяется, нужно или не нужно ему подавать декларацию, он должен руководствоваться так называемым минимальным сроком, минимальным предельным сроком владения имущества. Так, например, если физическое лицо получило доход от продажи транспортного средства, то в любом случае этот минимальный предельный срок владения равен 3 годам. То есть, если автомобиль был собственностью менее трех лет, то налогоплательщик в этом случае обязан подать налоговую декларацию. Немного сложнее дело обстоит с недвижимостью. Здесь минимальный предельный срок владения имуществом может быть 3 года или 5 лет. Так, если право владения этим имуществом перешло налогоплательщику по наследованию или дарению от лица, который является близким родственником или в результате приватизации, то в этих случаях минимальный предельный срок владения также составляет 3 года. Во всех остальных случаях, если это имущество налогоплательщика находится в собственности позже, чем с 1 января 2016 года, то минимальный предельный срок составляет 5 лет. Ну и также о других категориях, которые обязаны представить декларацию. Это физические лица, которые получили доход от продажи ценных бумаг, от дохода от аренды помещений, жилья, другого какого-то имущества. Это физические лица, которые получили доход в виде выигрышей в лотерею, в букмекерских конторах, в игровых автоматах и так далее. Также это лица, которые получили доход в виде дарения от лиц, которые не являются близкими родственниками. Также традиционно представляют декларацию налоговые органы предпринимателей, которые находятся на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и иные лица, которые занимаются частной практикой. Какие это сроки? То есть получается за год, да? С начала 2018 до конца 2018 года мы сейчас отчитываемся? Сейчас, да, по доходам за 2018 год отчитываемся. Соответственно, срок представления декларации 30 апреля 2019 года. Срок уплаты налога 15 июля 2019 года. То есть есть еще небольшой люфт для того, чтобы закрыть? Да, конечно. Декларацию для тех граждан, которые обязаны представить. Они должны представить до 30 апреля, уплатить налог до 15 июля. Та категория граждан, которая имеет право подать декларацию и получить налоговый вычет, но не обязаны это сделать. В том случае, если налогоплательщик получает имущественный налоговый вычет, социальный налоговый вычет, претендует на его получение, то в этом случае декларацию можно подать в течение года. Здесь никаких ограничений, соответственно, по срокам нет. В расчете НДФЛ произошли изменения у нас. Какие же? Да, действительно. В том случае, если налогоплательщик реализовал свое имущество, получил доход от продажи имущества, которое было в собственности после 1 января 2016 года, если сумма сделки была существенно меньше, чем кадастровая стоимость этого имущества, ну или рыночная стоимость этого имущества, то в данном случае в качестве налоговой базы применяется сумма, равная 70% от этой кадастровой стоимости. То есть, например, если по договору купли-продажи физическое лицо продало квартиру за 100 тысяч рублей, например, да, а кадастровая стоимость этой квартиры составляет 1 миллион рублей, то в качестве налоговой базы, если не учитывать никакие налоговые вычеты, он должен принять 700 тысяч рублей. То есть, 70% от кадастровой стоимости. То есть, я правильно понимаю, что раньше это были махинации, да, когда-то между родственниками по сголову, чтобы не платить. Ага. А какие санкции применяются для тех, кто не успел вовремя подать декларацию? В том случае, если налогоплательщик подает декларацию, соответственно, с опозданием, налоговый орган начисляет ему штраф в размере 5% от суммы, заявленной к начислению налогоплательщикам. Но эта сумма, соответственно, исчисляется за каждый месяц просрочки. Но эта сумма не может превышать 30% от суммы налога к уплате и не может быть меньше 1 тысячи рублей. Когда начинает начисляться? Начинает начисляться, соответственно, с 1 мая, с дня просрочки. А куда и как нужно представлять декларацию о доходах? Какие действия нужно совершить человеку? Декларация формы 3 НДФЛ представляется налогоплательщикам в налоговый орган по месту жительства, либо в МФЦ. Представить он декларацию может на бумаге, лично, может через представителя, если у него есть, соответственно, материально удостоверенная доверенность. Можно направить декларацию по почте с описи вложения. Можно в электронном виде, при наличии электронной цифровой подписи. В том числе через личный кабинет налогоплательщика физического лица. То есть способов представления много. А вот единая система государственных услуг сюда входит? Или налогоплательщики это отдельный сайт? Нет, в данном случае личный кабинет организован на сайте Федеральной налоговой службы. Вот, соответственно, именно через отличный кабинет подается налоговая декларация. Есть ли какие-то секреты? Как быстрее и проще заполнить эту форму? Потому что у многих она вызывает вопросы. Гораздо быстрее и проще это сделать, соответственно, самому налогоплательщику, не прибегая к услугам никаких сторонних организаций. Ожиданно. Да, можно просто-напросто, используя специальные программные средства Федеральной налоговой службы, такие как программа декларация 2018. Она размещена в общем доступе на сайте ФНС России в разделе программные средства. Соответственно, в этой программе необходимо занести в эту программу необходимо исходные данные, такие как персональные данные лица, сведения о его доходах, сведения об объекте, и на выходе уже получится готовая декларация, которую, соответственно, можно направить в налоговый орган, отнести в МФЦ. Второй путь – это заполнить декларацию в личном кабинете. Это также просто, но там еще есть один плюс. В личном кабинете налогоплательщика используются ресурсы налоговых органов. И там часть сведений просто-напросто набивать не надо. Такие как персональные сведения, они там уже есть, и сведения о доходах. Опять же, эти сведения имеются в распоряжении ФНС. Поэтому вот такими двумя путями можно, соответственно, без труда заполнить декларацию. Здорово. А каковы предварительные итоги? 30 апреля мы, по сути, закрыли уже прием декларации. Что сейчас уже можно сказать? По составлению 30 апреля в налоговый орган Рязанской области поступило 44 тысячи деклараций от физических лиц. Это на 2% больше, чем в прошлом году. Из числа обязанных представить декларацию поступило чуть более 10 тысяч деклараций. Для сравнения, в прошлом году их было 8,5 тысяч. То есть тоже здесь отмечается положительная динамика. Сумма налогов к уплате составила более 199 миллионов рублей по этим декларациям. Но традиционно основную часть декларантов составляют те, кто не обязан представить ее, а те, кто имеет право. То есть заявляют, соответственно, налоговые вычеты, социальные, имущественные. Таких деклараций 33 тысячи у нас поступило, поставим на 30 апреля. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Здорово. В части имущественных налогов у нас произошли изменения. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них. 15 апреля текущего года президентом Российской Федерации был подписан федеральный закон 63 ФЗ, который внес достаточно много изменений в части администрирования имущественных налогов, в том числе в части предоставления налоговых вычетов и льгот. Ну, по каждому налогу отдельно расскажу. По транспортному налогу. Если ранее автомобиль был в угоне, то после того момента, как прекращался розыск этого транспортного средства, налоговые органы были обязаны начислять налог. И поэтому мы рекомендовали плательщикам снимать такие транспортные средства с учета. Сейчас дело обстоит по-другому. Налог не будет начисляться до того момента, пока это транспортное средство не будет возвращено владельцу. О чем, соответственно, поступят к нам сведения. То есть налогоплательщику не надо будет писать никаких дополнительных заявлений. Очень удобно. Земельный налог. Дополнительно предоставляется налоговый вычет с налогового периода 2018 года для многодетных. То есть лица, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей, им предоставляется налоговый вычет в размере шести соток на один земельный участок в пределах Российской Федерации. Работает этот вычет точно так же, как в прошлом году уже по пенсионерам. То есть автоматически предоставляется он по земельному участку с максимальной кадастровой стоимости, максимальной суммы налога. Если налогоплательщику нужно выбрать какой-то иной участок, он хочет выбрать другой участок, то он, соответственно, подает уведомление об этом налоговый орган и вычет предоставляется по другому земельному участку. Также по земельному налогу с физических лиц применяется коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по каждому объекту. Такая практика в прошлом году уже была по налогу на имущество физических лиц и вот в этом году, соответственно, принято решение о таком же порядке предоставления этого коэффициента по земле, по земельному налогу. Впервые применен так называемый проактивный формат предоставления налоговых льгот. Теперь при наличии сведений у налогового органа налогоплательщику не нужно писать заявление, льгота будет предоставляться автоматически. Так, например, по многодетным налоговым органам Рязанской области была запрошена информация в органах соцзащиты и по всей вот этой информации, по всем налогоплательщикам, которые заявлены как многодетные, да, будет автоматически предоставлена эта льгота. Но заявительный порядок льготы никто не отменяет, и если по каким-то причинам, например, многодетные семьи не обращались в органы соцзащиты, то они, соответственно, все равно имеют право на эту льготу, просто нужно написать заявление и приложить копии соответствующих документов. Ну и по налогу на имущество физических лиц также действует новый налоговый вычет для многодетных, предоставляется он на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 5 квадратных метров на квартиру, комнату или часть квартиры и на 7 квадратных метров по жилому дому или части жилого дома. Соответственно, тоже на один объект в пределах Российской Федерации он представляется и также будет предоставляться в проактивном формате. Какие санкции, да, какая работа проводится с физическими лицами, которые еще не успели заплатить имущественные налоги? Несмотря на то, что налоговые органы уже начали расчет налогов за 2018 год по сроку уплаты 1 декабря 2019 года, существует достаточно много налогоплательщиков, которые до сих пор не оплатили налоги за прошлый период, за 2017 год по сроку 3 декабря 2018 года. Таких налогоплательщиков сейчас в Рязанской области более 245 тысяч и общая сумма задолженности по ним составляет около 400 миллионов. Наибольшая сумма традиционно складывается по транспортному налогу, затем идут налог на имущество физических лиц и земельный налог. Хочу напомнить, что за каждый день просрочки платежа начисляется пеня по ставке, равной 1,03 ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поэтому призываю всех налогоплательщиков не тянуть с выплаты налогов, потому что пеня растет, и чем быстрее оплатить налоги, чем быстрее исполнят свои налоговые обязательства, тем меньше будут налоговые санкции. По сроку 3 декабря 2018 года налогоплательщикам направлено уже порядка 200 тысяч требований об уплате налога, в результате чего погашен налог в размере около 250 миллионов. В том случае, если налогоплательщик добровольно не погасит задолженность, то здесь уже вступают меры принудительного взыскания задолженности в силу, такие как взыскание налога за счет имущества, запрет выезда за границу и многие другие. Поэтому еще раз призываю не допускать наличия задолженности. Спасибо вам большое за интересную беседу, а нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Михаил Минко. До новых встреч!